Всем привет! С вами Крошик Дэгейн! Воу, всем привет! Арина, только-бока играем. Что сегодня будет? Интересно, какая-то серия, да? Да. Я этот дом обустраивала неделю. Ух ты! Это ты столько труда потратила? Это реально неделя? Да. Ну, расскажи, покажи, где, что у тебя обустроено. Смотри, эээ... Сейчас... Давай с первой комнаты начнём. Сейчас моя подруга проведёт рум-тур. Давай. Так, здесь наша прихожая. Вот здесь. Я не знаю, зачем мы её прям с лавочкой сделали, но, короче, не с... Мне нравится оригинально. Такое ощущение, что ты где-то на пеньке сидишь в лесу и запалил костер, чтобы пожарить шашлычки или, может быть, полевую мышку. Потом здесь... Как Шрек, да? Никто не ел полевые мышки? Нет, потом здесь комната родителей. Здесь у нас комната... Покажи, что у комната родителей? Что тут такого интересного? Здесь гардероб, фонарики. Шкаф, комп и... Там, фонарики там... Вот такое всё. Ну, я думаю, вы с нами уже поняли. Потом здесь ванная. Классная ванна. Слушай, такая в стиле... В каком? В тропическом стиле. Это где-то в Таиланде, да? И тазик. Тазик такой, как в бане. Точно, я помню. Вот такой в бане есть тазик. Так, и что ещё тут? Зал. Зал. Какой прикольный зал. Ой, сколько джойстиков для Xbox. Все шпилят в Xbox. Часто играют, наверное, да? А вы, ребят, играете в Xbox, Sony, PlayStation? Напишите комментарии. Так вот, они играют. Это что, у вас там Xbox или Сонька? Какая-то игрушка прикольная. Так. Что там? А есть какая-то стрелялка, может быть? Или же какая-то гоняк, не? Нет. Так. Так, так кто это у нас? Крис, да? Это моя подруга. Ой, подруга Крис. Это, а где сама Крис? А Крис, да. Что делает подруга в доме у подруги? Это её, это сестра. Это не подруга, а сестра, я забыла. А, а то я думаю, ничего себе залезла в дом. Это, ну, может... Вот это мы. Так сказать, статья со взломом. Это мы родные сёстры. Проникновение со взломом в чужую собственность. Здесь у нас кухня. Что у нас в холодильнике? О, то, что надо. Это тортик. Огурец. Огурец, овощи. Да. Так, ладно. Потом здесь у нас комната, там, где спит наша Эмили. Да, ребят, старайтесь не есть много сахара, потому что сахар в крови повышается и могут провоцировать разные болезни, такие как диабет. Так что мясо и овощи. Да, понимаю. Это тяжело сдержаться. Но на праздничке можно тортиков топтаться. Так что, Крош, там что там у нас? Здесь спит наша малышка. Ой, баюшки, баю, малышечка, на краю. Ну, засыпай, пусть тебе снятся котята. Потом, смотри, здесь гардероба. Которая ловит мышата. Гардеробы. Мышата. Здесь. А что, в гардеробе? Это у каждого свой шкафчик, да? Это у двух девочек один шкафчик. А вот, Крош, а можно я вот тебе спрошу? Меня интересует вот этой маленькой кроватки, да? И сверху тумбочка, вот этот шкафчик. А если что-то тяжелое, ночь упадет на голову. И бамс! А там не упадет. Стремно как-то. Нет? Точно? Да. Не знаю, я всегда таких вещей стремаюсь, когда над головой что-то висит. В любой момент, мало ли что. Смотрите, как у него выкастюм, типа. Костюмчик. Ага, слушай, а вот это вот, это за кроватью, вот это клумба, да, с растением, да? С цветочком, я вижу, да, за кроватью? Смотрите. У-у, Шерлок Холмс Уваксон. Короче, вот это мне не нравится, Лупа, поэтому пусть она будет у ЛПшки. У-у, да, сын. Вот это не нравится, вот это нравится мне. Вот это не нравится, и костюмчик очень нравится, поэтому он будет на моей стороне. Так, прикольно. И витринное окно, такое, с французским балкончиком. Мне очень нравится дизайн, такой классный. Кстати, у Аринки реально, ну, не в игре, а есть французский балкончик. Я лично проектировал, и немного с дизайном этот, мы с Аринкиной мамой дизайн разрабатывали, как бы, да, от нашего жилья, и французский балкончик сделали. То есть, это перила из нержавейки, и окошко до пола. Открываешь окошко, и перед тобой перила из нержавейки, чтоб не ржавели, а перила обязательно нужны, иначе ну, реально упадешь, там голова запустится еще четко. И повыше, повыше пояса надо, потому что, чтобы центр тяжести, ну, то есть, больше вес, как бы, было тело ближе к полу, а то есть, как бы, низко будет, мало ли что, ну, всякое бывает, знаете, резко встал, еще что-то, там, большой поток воздуха, там, глотнул, или, наоборот, мало воздуха, там, кислородная голода идет, там, что-то, ну, знаете, у каждого разный свой организм, давление, еще, как бы, и споткнулся, опа, и упал уже, так это стрёмно, и лучше перила, чтоб повыше были. Я за это время, пока мне все это все рассказывал, уже успела всех уложить спать, идти и начинать сериал. Ой, пардон, увлекся, я просто, ну, тащусь от дизайнов, и это мне нравится разрабатывать, вот, всякие дизайны, и максимально практично, мне нравится все стиль минимализм и максимальный коэффициент полезного действия, то есть, меньше хлама и больше толковых вещей, которые, которые будешь редко менять, потому что они износостойкие и долговечные, ну, короче, крутые вещи. Да все, папа, что я снял? Ну, ладно, ладно, это я уже со своей строительной темы, да, Крош, давай, что там у нас? Это ты создай строительный канал и смотри, и показывай, как ты там строишь. Я понимаю, но мне неинтересно там, мне интересно в токобок, а здесь реально классно, красочно, весело, да и плюс с дочерью провожу время. Кстати, этот, ребят, если как бы вот вы играете вот в токобок, там вот эти все игры, я так понял, но интересно, родители с вами играют или нет? Я думаю, если все вместе будете играть, это всегда будет весело, классно и забавно. Своего рода даже какое-то развитие мышления, развитие воображения. Крош, а почему у нее лицо зеленое? Она что, что-то плохое съела? Нет, папа, это маска. Вот только что сняла, а там вообще шок какой-то. Ой, что это, она зубы искалит, да? Да нет, папа, она просто чистит. Ааа, окей, пошли дальше. Папа, мне сейчас, она опаздывает на работу. Слушай, так я думаю, ей надо маску снять, потому что если она с такой маской зайдет на работу, все там просто испугаются и подумают в Эднездэй. Какая Вэднездэй? Ну, хотя Вэднездэй, да, что там пугаться, то просто девочка немножечко с депреснячком, но как бы она не то, что там чудовище какое-то, так что это можно подумать о какой-то из фильма проклятие, какое-то чудище. Не, не, это надо очень аккуратно с этим. Пусть снимает маску и не пугает людей. Да ты, да ты, да ты, да ты че? Что-то он покраснел, так уж он злится, наверное, да? Да, она уснула в ванной. Уснула в ванной? О, кстати, кто-то спал в ванной или нет? Нельзя спать. Знаете, я сейчас объясню, почуваю, потому что кто-то расслабил булочки, там расслабился и под воду опа, плюхнулся. И утонул. Да, вы вдохнете, вы вдохнете в воду и вы можете реально задохнуться, утонуть. В легкие попадет вода и все, и конец, все. Конец света. Ну, конец жизни. Не, ну это правда, ребят, мы на этом канале, ну как бы не только играем и разговариваем о жизни, ну как бы в одной же жизни живем же, да, все сталкиваются с одними и теми же проблемами, вещами. Так что я просто вам говорю, что аккуратно не засыпайте в ванне, как бы прикольно и комфортно не было. Понимаете, тепленькая ванна располагает, но будьте бдительны и аккуратны, булки не расслабляйте, ибо покупались и все. Да, засыпать это очень стрёмно. Можно, как говорится, раз и первый, то есть последний раз покупаться, так не стоит делать. Слушай, ну, это, это ж я, правильно? Это ж я, папа. Так, а что я такой злой? Ну поменяй какую-то смайлик, а то реально он уже как чайник такой вскипятившийся. Папа, да потому что жена, мама опаздывает на работу. Ну, так это ее проблема, а че батя суетится? Папа, ты дома следишь за детьми. Ну так правильно, мужик должен следить за детьми, а женщина должен. Угу, конечно. Да, а женщина должна там ездить, решать свои вопросы. Суббот. Главное, чтобы деньги откуда-то капали, а то уже без разницы кто сидит с детьми. На самом деле это так. Факт есть факт. Так, это ты... Возьмет она себе с собой. Мне нравится, как ты разработала дизайн, особенно мне нравятся вот эти большие витражные окна, ну реально очень круто. Папа, это не я их подстраивала. Что, не ты стопнуешься? Не, ну ты же выбрала, ты купила этот дом, да? Ну да. Ну значит, ты, твои круг дела, правильно? Как ни крути, твоё правное участие было. Бутерброды, это вообще классно, но это не совсем полезная еда. И это если много хлеба съесть, у неё там живот разболится, тем более если она целый день сидит на работе и начнет желатать. Нет, я только сейчас заметила, за что езжу посатается. А потом начнутся газы. Нет, я тебе говорю как есть. Да, да, у всех они есть. И пальчику, и у девочек тут. Надо правильно питаться, чтобы меньше кулогазов и каких-то проблем с животом. Да. Крошечек. Ну чё там у нас? Она... На работе. Кем она работает? Вот в садик. Она работает в банке. Она банкир. Ой, классная работа. Она просто сидит за компьютером. Бухгалтерия, да? Да. И сейчас она идёт... Тем более ей салаты нужно употреблять. Вот ей принтер сейчас распечатал. Слушай, это все её работники, да, вот это вот? Принтер распечатал. Ага. Вот ручка. Ой. Помидор. Слушай, а её босс не вызывает за опоздание? Нет. Не накажет её? Она сама себе босс. Нет, но она работает на компании. Она уже не сама себе. Нет, она босс. Она босс? Да. Ну, она сейчас находится в кабинке, где рабочий сидит. Я знаю. Так и должно быть. Так и должно быть? А, она решила проверить за рабочим, да? Угу. Как бы она... Он подсадная утка или нет, да? Знаешь, такого подсадная утка? Ничего. Вы знаете, что в компанию бывают, приходят вот в разные фирмы, это подсадные утки, это так называемые вот такие вот шпионы, промышленные шпионы. А он нас таких не пускает. Да, Крош, ты не узнаешь. Не, подожди, подожди. Вот представь, вот ты улыбаешься с благими намерениями, типа, я хочу работать в вашей компании. И ты устраиваешься, тебе там дают добро, и ты работаешь. Вроде всё хорошо получаешь зарплату, но тем не менее, ты сливаешь информацию. Это, ну, короче, на... Общий жаргон тыришь информацию и передаёшь в другую компанию за дорогое бабло. И эта компания теряет бабки. Вот это называется подсадная утка. И вы знали то, что в банк не пускать без специальной карточки? Прямо, подожди, ну, люди заходят как-то вот там, получают зарплату, ещё что-то. У меня 10%! Ну, будем сейчас закругляться, Кош. Да, идем или спать, пара. Ну, в целом, хороший, хороший, это дизайн. То, что он там делает? Сейчас, сейчас они все... Слушай, реально, оно как привидение. Аж стрёмно как-то так. Сейчас они все тогда собираются. Так, сейчас должны распечатать вот картинки. И поедут на сделку, делать дела. А с вами был... Прошу Дэйгейм, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока и не пропускайте новые видосики. Ставьте лайки-котики. И давайте ещё не будем прощаться с вами, потому что я хочу вам кое-что показать. Давайте. Я хочу вам кое-что показать. Вот она пришла. Я напишу домашнее задание всем, чтобы они набрали какую-то сумму. Ну, возможно, это будет в следующей серии. Всё в деталях. Жизнь и сериал Тока-Бока. Всем пока!